Добрый день, дамы и господа. Вы нормально меня слышите? Не очень-то люблю микрофон, потому что у нас такая здесь, может, дружественная атмосфера создастся. У вас только недавно были две замечательные дамы, которые читали лекцию. А теперь вам достался я. Ну, извините. И хочет меня поблагодарить, что я ему буду помогать, я буду стараться. Спасибо. Мы уже работали вместе, поэтому мы будем стараться работать в необыкновенной гармонии. Будем ли мы говорить или танцевать? Он меня опять будет использовать как партнершу. Вы, пожалуйста, извините мою плохую стандартную технику. Смотрите на него. Он тоже будет показывать, как двигаться естественно. Алексей Федорович прав в каком-то плане. Что его имя? Алексей. 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 В смысле Алексей прав. Он прав, Алексей. Потому что очень много танцев, которые мы видим, очень как бы испорчены неестественностью. И вы должны помнить, что бальные танцы, история бальных танцев, развелась из социальной формы, не как форма сценическая. И поэтому мы можем представить два элегантных человека в дорогом ресторане. Мужчина в дорогом костюме во фраке. Дамы в красивом вечернем платье. Выпив бокальчик шампанского. И потом они играют некоторую красивую музыку. И он тогда может сказать, могу ли я получить такое удовольствие потанцевать с вами? Спасибо. Продолжение следует... Все начиналось примерно таким образом, но 80 лет прошло с тех пор, меня даже еще не было 80 лет назад, и с того времени танец очень сильно разбился. Некоторые из этих форм развитых мы любим, нам они нравятся, и некоторые из этих форм я просто ненавижу. Конечно, мы должны сохранить некоторую степень естественности в сегодняшней форме танца. Меня сегодня специально попросили рассказать вам о фокстроте, и в особенности о ритме и музыке фокстроте. И это очень отличная идея, замечательная идея. Я сейчас покажу вам кое-что. Вы почему-то не похлопали. Вы, конечно же, правы. Но это же было в ритме. Это было в ритме. Это было в ритме. Посмотрите еще. Но вы знаете, и я знаю, что это не хороший фокстрот. Попробую показывать вам кое-что еще. Опять не похлопали. И опять не похлопали. И опять вы правы. Я вам показал три разных варианта. Каким-то образом, каким-то образом. Но это не то, что нам нужно делать в медленном фокстроте. Это не очень сложно. И не просто. Но не так уж сложно. В базовой форме у нас есть тройной шаг. И четыре шага. А, три шага и четыре счета. Не так уж сложно. Таким образом, мы знаем, что на счете slow два счета. Quick is one beat. So, the first time I did it for you, I did this. Я его развернула, что я сделал, я сделал это. Slow, quick, quick, slow. Quick, quick, slow, quick. Then I did, second time I did. Тау развернула. А тридцать развернула. И тоже не очень хорошо. А последний раз я сделал так. So, the first one I just stood like a banana for slow, quick, quick, slow. The second one I danced and completed. I used one beat, stood for a beat and danced three, four. То есть, я сделал полный шаг на первый счет, потом я простоял второй счет и дальше три, четыре сделал как полагония. So, I did one stop, three, four. One stop, three, four. Then I did. Потом я сделал так. One, two, three, four. Stop, two, three, four. Остановка на счет раз. And then, two, three, four. И потом все как обычно. So, whilst in a way these rule on time, these are not expressing the music as we need to do. Не то, чтобы я был, тот танцевал совершенно не в музыку, я не выражал музыку как нужно. Because we need to keep the body moving through the four beats. Потому что нам нужно двигать свой корпус через четыре шага. So, I need to use the two beats of the slow. Мне нужно использовать полностью два счета с счета slow. Полностью. Я сейчас разделю эти полные счеты на половинки, чтобы, это мне поможет объяснить правильно. Therefore, a slow is how many half beats? Сколько половинок в счете slow? Half beats? Половинок? Сколько половинок в счете slow? Four. Значит, slow – это четыре половинки. А quick – две половинки. Причина в том, что я так сделал, дать мне более аккуратный тайминг или распределение по счету действий ног и перенесение моего веса корпуса в отношении моих ног. Когда вы послушаете музыку Фокстропа, как в румбе. Как в румбе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да у меня бы были большие проблемы, если бы не похлопали Ну это было немножко лучше все-таки, чем раньше Я пытаюсь использовать целиком счет слоу Я сейчас помогу ему в этом плане На первую половинку я расслабляю чуть-чуть ногу и вес И вес двигается вперед и вниз На следующей половинке я делаю N Здесь я наполовину перенес свой вес На два я дополняю драйв И дальше завершает свинг и три, и четыре Для дамы Пол немножечко стыкающийся, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я использую половинки счетов таким образом Чтобы заполнить все время Я только что наблюдал в течение двух дней соревнования Некоторые мне понравились И некоторые мне не понравились Но мне понравились очень дети Вики said the same This afternoon Я понимал, что они делают Я видела их замечательные аккуратные маленькие ножки Хорошо работающие ножки Что с ними происходит, когда они становятся юниорами? Идея в том Нет шанса контролировать тайминг, так как я вам показал Пока я не буду использовать вот это У некоторых детишек такие замечательные стопы Как вы видели Никогда невозможно контролировать работу ног Пока у пары, у танцоров не будет сильных стоп Я еще раз поставлю музыку Посмотрите за корпусом Субтитры создавал DimaTorzok А теперь посмотрите за скоростью корпуса А теперь посмотрите за скоростью корпуса Я закончил все, что я могу на опорной ноге Я использую гравитацию Я использую расслабление колена Мышечный драйв такой, мышечное движение Дальше Четыре подвижных сочленения Которые используются И мышцы в этих подвижных сочленениях используются И вот насчет два есть момент расслабления Если бы у меня был теннисный шарик Или мячик теннисный Насчет энд идет высвобождение Это вот это Вот это мой вес корпуса Я его освобождаю от счета два и на счет энд три и три Как мой платочек Мое тело должно увеличивать скорость До первого квика Еще раз преувеличиваю немножечко И опять же есть увеличение Я как бы расслабляюсь в счет энд три И зависаю на счет три На счет три до четыре И потом снижаюсь Вот это момент релиза Росслабления Постепенно-постепенно я наращиваю скорость Расслабляю в энд три Потом замедляю Замедляю на энд фо Как небольшое ховерное чувство Ощущение такое зависание Тело не двигается все время С одной и той же скоростью Оно двигается постоянно Я надеюсь Но оно не двигается все время С той же самой скоростью Чтобы дать жизнь танцу И дать музыкальную выразительность Мог бы сделать вот так Но это будет Сами понимаете Здесь венок Здесь венок постоянно И так далее и тому подобное Но в корпусе есть импульс Мы сейчас используем музыкальные акценты Раз, два, три, четыре Разгоняется корпус И подхватывает Еще раз под музыку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, моя хорошая! И таким образом Танец может стать живым Но я бы посоветовал вам Если я могу Тренировать всех ваших детишек-учеников Учить ваших учеников Использовать стопы, ноги В первую очередь Правильная работа стопы Это значит начальная точка работы стопы В какой момент начинать? В какой момент начинать работать стопы? В какой момент начать применять эту работу стопы? Потому что без работы стопы Трудно добиться правильного тайминга Но стопы должны очень хорошо поддерживать То есть, видимо, в каком возрасте Нужно начинать это делать Даже если я буду использовать работу стопы Но другим образом Поможет получиться Вот такая вещь, которую я сейчас покажу Я делаю правильную работу стопы Я делаю правильную работу стопы И там я делаю правильную работу стопы Если я буду танцевать с девочкой Которая будет двигаться вот так Такое ощущение, как будто мои зубы торчат вот так Или как будто ехать на машине с квадратными колесами Знаете, такое ощущение, как скользить, как по маслу Вот это вот должны делать стопы Скин – это, знаете, как сливки собирать Вот это вот ощущение Значит, смотрите, сначала подушечка, потом носочек Опять подушечка До полной стопы Подушечка и так далее И каждый раз вот это ощущение В каждый момент времени стопа используется Когда мы говорим «носок», носок Если вы посмотрите внимательно на носок Он двигается, гладит по паркету И он, «стоя» Стоя, «стоя» И это, что мне дает контроль И это позволяет остановиться Так что если мы смотрели на… Что такое «стоя»? А, «стоя»? Что такое «стоя»? Что такое «стоя»? Что такое «стоя»? Стоя «стоя»? Я строку, shall я? Да, видимо гладит Да, я думаю, что гладит Мы используем слово «ским» А скин? А скин? А скин? А скин? Да Скин? 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 Сколь? Сколь? Ну, сколь? Блажка То есть стопы в свинговых танцах Они все время должны оставаться в контакте с паркетом Только в танго мы поднимаем стопы чуть-чуть от паркета. Здесь я подхватываю стопу. Это совершенно другое действие. Но в свинговых танцах мои стопы должны очень легко скользить по паркету, гладить паркет. До настоящего момента я разобрался с таймингом ног. У меня все еще будет проблема, если я станцую вот так. Опять не хлопаете. Я, конечно, очень сильно преувеличил. Но что я сделал в этот раз? Я старался соблюсти тайминг стоп и ног очень хорошо. Но я неправильно создал по ритму поворотка корпуса. Мои стороны, мои стороны. Вот это было слишком рано. Возвратимся к платочку. Тайминг – это все. Вы заметили, что освобождение было в совершенно неправильном месте. Нужно создать тайминг корпуса, смену веса, правильно, и поворот. Смена веса и поворот. Вот в этот момент. Тогда все совпадает. Тогда платочек полетел далеко. Тогда свин корпуса пойдет в правильном направлении. Если мы правильно создадим релиз, у нас поворот будет правильный по времени, по счету правильный. Мое поколение танцоров, Ну, сейчас, в общем-то, тоже. Мы обычно начинали с шага подготовки и немножечко скручивали корпус. Когда у меня были уроки с Филлис Хейло, который был чемпионом в 1926 году, когда я танцевал с ней, она, Филлис Хейло, она никогда не делала шаг подготовки. Они делали вот такую вещь. Они делали шаг назад и потом двигались вперед в перо. А мое поколение уже начало двигаться вперед. Много лет позже я подумала об этом. И я понял, что мы создаем ту же самую позицию, ту же самую позицию, что и прежние чемпионы. И мое поколение. Вот эта позиция здесь та же самая, что их позиция была здесь. Я не могу начать с мертвой точки. Я буду чувствовать себя тоже мертвым. Я хочу скрутиться, размахнуться. В этот момент мне нужно освободить. Поворот закончен на три. Я хочу, чтобы мой поворот был продолженным отсюда до счета три. Больше нет поворота, и дальше идет шаг фо. Шаг четыре. Теперь я начинаю поворот в другую сторону. На четверть повернулись. Докручиваемся на четыре. Сейчас поворот очень хорошо скоординирован с действием ног. Продолжаем поворачиваться. Продолжаем этот маленький поворот. На четыре нет поворота. Поворачиваемся на end. Поворот завершен. Ритмичность поворота или время, в которое мы производим поворот. Потому что тайминг, тайминг, это очень сложный язык. Нет такого языка. Я перевернула в несколько языках. Я говорю, что тайминг, вот тайминг в английском понимании, у нас точного перевода этого слова нет. Это как бы счет, не счет, но счет это тоже не совсем правильно. Это распределение движений в соответствии со счетом. Вот так вот. Если вы мне позволите, я буду просто говорить тайминг. Хорошо? Все понимают это, да? Итак, тайминг этого поворота в соотношении с действием ног и особенности в отношении с действием освобождения. Вот этот момент релиза Вот здесь релиз идет. Расслабление, освобождение. Раз, два, момент релиза. Момент релиза. Освобождение. 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 Организаторы, к сожалению, разделили меня с моей замечательной женой. Я всегда только хочу танцевать с ней. Еще одна есть такая точка внимания, когда мы двигаемся вдвоем вместе. Если я помещу поворот в неправильное место, у меня возникнет физическая проблема, так же, как и музыкальная проблема. Прости, вы не будете нравиться, но я буду делать это. Если я буду делать так, Здесь я продолжал поворачиваться на втором квике. Что я должен сделать? Я должен подготовить угол перед тем, как ступить с внешней стороны. Если я это сделаю, мне просто нужно продолжать свинговать ногой. Она пойдет автоматически в CBMP. Так у меня возникнет возможность идти с внешней стороны партнерши. Смотрите, я сейчас покажу вам. А сейчас я показал вам, что я в неправильном месте продолжаю поворачиваться. Если я покажу вам сейчас вариант без поворота. Если я сделал так, если я сделал так, то я должен сделать быстренько, быстренько, быстренько. Потому что это единственный способ обойти партнершу, значит, подвинуть бедра. Я, конечно, плохо сделал, вы понимаете. Но очень часто я могу видеть на конкурсе вот такой вариант исполнения. Мне нужно состать угол через поворот. А теперь шаг сам ведет меня на движение с внешней стороны дамы. Когда я поворачиваю справа, я поворачиваю свой корпус больше, чем стопы. Это то, что я делаю. Продолжаю в том же духе. Когда я поворачиваюсь влево, я поворачиваю стопы меньше, чем корпус. Я поворачиваю корпус меньше, чем стопы. Извините. Корпус меньше, чем стопы. То есть у стопы теперь указывание. Когда я поворачиваюсь вправо, мой корпус поворачивается меньше, чем стопы. Он извиняется, он извиняется. Еще раз. Когда я поворачиваюсь вправо, я поворачиваю корпус больше, чем стопы. Когда я поворачиваюсь влево, Я, конечно же, поворачиваю корпус меньше, чем стопы. Это механическая необходимость, чтобы иметь возможность танцевать outside. Если я этого не сделаю, то я могу повредить свою партнершу. Сейчас, конечно, я не знаю, как мы с теми. Мы, наверное, 5 минут. 5 минут, нет? Или сколько? Хорошо, мы получаем 5 минут. 2. 2, что это? Что это сигнал? Это не шоколадный сигнал, я не знаю. Это 2 минуты, да? О, письма. Да, хорошо. Он не понял. Я просто хочу простой жизни. Спасибо. Так, я пытаюсь сделать это очень информативно сегодня. А я постарался сделать сегодняшнюю лекцию как можно более информативной. Я думаю, что все, что я сказал сегодня, это достаточно понятно. Ничего нет такого сложного. Может быть, я сейчас покажу вам еще кусочек танца, чтобы вы могли понять. Я сейчас покажу вам три пути, три варианта. Увидься. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Структура на самом деле не очень сложная в базовой форме. Например, какие-то другие формы танцев более сложные. Если посмотреть на другие формы музыки, это, кстати говоря, мое хобби – изучать музыку. Но это может быть трудно сделать. Но самое лучшее, что мы можем сделать с нашей молодежью – заставить работать их стопы и ноги красиво. и дать им понимать правильную работу стопы, чтобы они могли выразительно работать стопами, чтобы стопы выглядели красиво. Но также, чтобы они функционировали сильно, чтобы производить мощное музыкальное движение. Мне хотелось бы поблагодарить еще раз Елену. Большое спасибо всем вам за то, что вы были такими внимательными. Спасибо. 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 Спасибо, Michael.